вкратце по навигации значит в плане если кто-то будет более-менее что-то брать за основу из моего станочка значит вкладочка шариковые втулки и валы но это касательно про российского сайта держатели вала вот весь список сами валы шлифованные продаются они метрами диаметр здесь указан цена за соответственно длину то есть длиной 6 метров он стоит такую энную сумму вроде бы как нехилую но разделите на 6 цена принципе демократичные подшипники к ним тут есть вот эти зачастую хивины они дорогие но это как бы то что ищет я брал такие подешевле демократичные диаметр соответственно с 12 он и получается 12 миллиметров 16 20 соответственно следующие страницы должны быть как минимум 30 вот они представляют ассортимент у них максимально ограничено 30 значит как искать на каком-нибудь ebay берете тупо находите здесь например значит например ну вот давайте как который я использовал заходим смотрите здесь за 12 указано но есть значит еще такой мануальчик здесь и здесь идет значит расшифровочка где что вот это снизу с удлиненной базой сверху укорочены просто берете забиваете в ebay то есть например scs 12 объем соответственно находим на ebay то же самое скорее все под такими же будет у нас на али экспресс пожалуйста выбираем то есть я вам не покажу полный путь вот возьмите это это здесь надо поковыряться найти дешевле вот здесь за 7 долларов я сто процентов знаю что реальная его стоимость где-то от 4 до 6 долларов максимум максимум обязательно внимательно смотрите доставка вроде бы дешевле здесь дороже то есть это я уже не объясню то поберете забиваете ассортимент смотрите опять же aliexpress ebay просто забиваясь например от какого-нибудь сайта например того же prom.ru опять же у меня здесь никакой не рекламы ничего то есть первый раз я вообще все это скрыл сейчас уже люди спрашивают то есть залайте залазьте ковыряйтесь значит по поводу еще что как бы стоило бы затронуть сейчас появились довольно дешевые движки которые проще купить по месту чем даже заказать в том же китае ну вот например заходим двигатели драйвера в группу движки вот здесь ковыряясь ищем находим себе дешевые в принципе здесь для вас наверное белорусские рубли будут непонятно проще будет это все пошерстить на на его российском аналоге вкладочка драйверы и двигатели вот и пошли движочки то есть можете посмотреть по размерам там все у них очень подробно с табличками все можно посмотреть почитать вот по-моему да классический движок который наверное я покупал и я один из самых дешевых здесь довольно мощный вот аналог нема 23 полный аналог ну соответственно здесь ковыряясь ищите тут уже сервы двигатели то есть в принципе уже по месту можно адекватной цене купить эти движки либо либо значит открываете ebay и тупо забивается например нема 23 и пошли здесь ковыряться все размеры все есть зачастую цена как сейчас уже купить по месту но если любите сильно возить только под заказ там с китая то наверное эти варианты будут самые лучшие нема 23 нема 17 ходовой тоже поменьше вариант еще такой из более крупных 24 дальше уже думаю что смысла нету есть но у него уже как бы довольно массивная крепежная передняя часть то есть под него придется подстраиваться ну и ценник как бы уже покрученщик немножко по электронике блок питания рекомендую этот ссылочка будет под видео потому что он 400 ватт и при этом он дешевле даже чем 350 ватт и 300 вот питание этот выдает на выходе от где-то 27 до 56 вольт регулируется резистором установлено в левом углу вот значит что еще драйвера рекомендую вот эти по нормальной цене вот либо эти да микросхема у них одинаковая отличается лишь цена у меня один такой два таких используется хотя лучше брать конечно одинаковые ну и рекомендую такой вот контроллер для LTP порта потому что он самый дешевый это самое и что еще что как бы достойно то чтобы показать муфточки соединительные потому что покупал их только из Китая здесь я их не нашел здесь есть разные размеры ссылочка тоже будет скинуто соответственно под разные движки значит еще один вопрос который возникает очень много спрашивали где взять вообще матч 3 скачать чтобы она работала не дарила бону всякие такие нюансы вот что здесь добавить ссылочку я сброшу можете нажать зайти скачать если что файлик будет доступен на недели две если он пропадет пишите там какую-нибудь электронку свою вышлю значит где скачал увы не смог найти информацию потому что выкачиваете штук 10 даже наверное 15 из них практически ни одна не запускалась только вот это значит открываете браузер забываете на эту ссылочку у вас что-то там открывается в общем здесь вы видите три файлика все их лучше естественно скачать там лежит три файлика нажмете скачать вот выскочила подготовка к скачиванию что-то там добавлено в общем скачиваете эти три файлика к себе на компьютер так скачиваете у вас после скачки появляются три файла запускаете экзешный тут ничего сложного next, yes, next, next желательно на диск c устанавливать и вообще на свежий компьютер но у меня нет свежего поэтому пользуюсь совместно устанавливается довольно быстро естественно после установки работать не будет как минимум иметь ограничения как максимум вообще не будет запускаться ok еще немножко ждем убираем все лишнее все что не надо вставляем только установить драйвер устанавливаем обязательно драйвер идеально еще после этого конечно перезагрузиться по-человечески но я этого не делал открываете теперь диск c находите на диске c папку match 3 то есть диск c match 3 и копируете туда два вот этих файлах кстати если вдруг автор найдется того кто это сделал мейкните мне я вставлю вашу ссылку жмем копирование и замена ну естественно осталось спустить ярлык и проверить его работу ждем пока запускается обратите внимание моргает кнопочка reset если ее нажать она перестанет моргать перестала горит ровненько зеленым как вы видите так соответственно работают наши перемещения вверх не слева вправо то есть в принципе все работает ну и еще раз нажмем кнопочку сброс она опять же должна заморгать значит все нормально выходим